здравствуйте шалом мое светское имя владислав каплан мое еврейское имя бен сендов вот поэтому мое полное имя звучит бен сендов владислав каплан обычно когда я снимаю интервью жизнь тех с кем я беседую делится на до приезда в германию и после переезда в вашем случае а ее можно разделить на три части обычная жизнь цивильная потом ваш приход к иудаизму и только потом переезд германии вот мой первый вопрос просьба затяжите пожалуйста где вы родились и учились то ваши родители до того момента когда вашей жизни появился иудаизм очень интересный вопрос и хочу начать с того что я родился в городе харькове 1977 году нормальной семье до папа инженер который занимался вопросами бухгалтерии а вот мама закончила общепит и работала в сфере общественного питания в ресторане более тяжелых временах она поменяла профессии работала парикмахерской я учился в средней школе вот до того момента пока я не узнал что наш город приезжает молодой раввин вот и когда я его видел он был действительно очень молодой и с ребенком на руках плохо говорил по-русски но это не мешало нам общаться я продолжал учиться в школе и закончил ее разумеется вот но общение с раввин нам очень сильно на меня повлияло и и примерно когда я уже был в 11 классе тогда уже была другая система не 10 класса в 11 вот то я уже больше становился религиознее и очень много учился и уже начал помогать раввину работая в общине вот после этого был политехнический институт то есть я получал светское образование по разным причинам вот и параллельно я учился и работал еврейской общине города харькова раввин москович это замечательный человек который помог мне в этом я помню первые мои первую мою учебу когда он меня мотивируя предложил платить деньги стипендии виде стипендии за то что я наизусть изучаю мишну мишна это устная часть истории вот это талмуд передо мной лежит вот и это основная часть талмуда и для того чтобы меня мотивировать он мне предложил стипендию да и вот месяц я изучал наизусть мишну потом я приходил и рассказывал ему даже а так пришло решение переехать германию как это происходило и несколько слов если можно о первом времени жизни германии значит на этот момент это был 1999 год я уже закончил институт по специальности электроинженер вот и мои родители мама с папой дедушки и дядя на тот момент он был жив к сожалению позавчера умер и завтра будет похороны вот на данный момент они решили переехать в германию и посоветовавшись со своей женой мы решили быть так сказать не бросать семью и вместе с ними переехать в германию я понимал что это будет очень сложно тоже с еврейской точки зрения поэтому перед тем как я ехал сюда я поговорил с раввином со своим и спросил у него благословления или помощи в решении этого вопроса он не ответил интересную историю про другого раввина которому пришел человек когда строился израиль и спросил нужно ехать ли в израиль он сказал конечно да но если ты здесь остаешься ты должен построить свой израиль поэтому когда я ехал сюда он не сказал что если я смогу здесь построить свой израиль то что я сегодня и делаем а вот то он не дает свое благословление и рекомендует ехать в германию так вот 1999 году вместе с родителями то есть мама папа брат двое дедушек дядя и моя супруга она уже была в положении вот и мы переехали сюда в германию первое место куда мы попали это было у на масса то есть я приехал как все остальные иммигранты еврейские мигранты и попали в у на масса вот у нас родственники были в дортмунде дортмунд нас не взяли но взяли город хаген маленький и там я сразу познакомился с еврейской общины города хаген и они с удовольствием меня взяли я помогал им в разных вещах молитвы газету другие всякие вещи разумеется на добровольных началах так как в руках у меня была профессия то я сразу пошел на завод меня взяли инженером и я проработал там какое-то количество времени в роли молодого инженера но это было не надо да то есть я не тяжело работать с машинами мне мне нужно работать с людьми и тем более было сложно тоже выполнять как сказать с еврейской точки зрения все законы поэтому я отказался той работы искал себе что-то другое принято говорить неисповедимы пути господни в вашем случае ваш переезд из хагена в дюшедорф тоже можно объяснить этими словами я думаю да в еврействе или в иудаизме нету такого понятия случайно поэтому я считаю что это всевышний меня сюда привел я назову слово случайно но это разумеется не было случайным так вот далекие родственники по наташиной то есть жене линии сообщили что в городе дюссельдорфе есть вакансия или ищется помощник раввина я разумеется написал сюда письмо без всякой задней мысли просто попробовать на следующий день был звонок от раввина хайма жульена сусана я хочу сказать что это было мне очень приятно с ним встретиться он предложил мне встретиться это был есть очень веселый человек вот раввин и очень приятным с ним очень приятно поговорили он мне спросил очень много у меня много спросил вещей мы с ним поговорили спросил что я могу что я хочу как я считаю нужным была очень приятная беседа он мне сказал что я ему понравился и чтобы я готовился на встречу с гимай даратом я не понимал что такое гимай дарат и что такое эта встреча что означает на всякий случай я еще раз почитал определенные вещи подумал всякие концепты вот и через какое-то время это было не сразу по-моему даже через месяц или что-то близко к этому была встреча заседания гимай дарата меня пригласили они спросили что я могу что я уже делал какие у меня планы меня спросили как я хочу привести 10 человек хотя бы 10 человек смогу ли я привести 10 человек в общину чтобы они приходили вот я пошутил я очень красиво ответил вот я предложил сразу концепт как правильно это делать различные мероприятия которые не связаны с религией через это так сказать приводить больше людей и личным присутствием вот street walker да то есть подходя каждому человеку общаясь каждым человеком находя к нему подход ключик так сказать человека помогать ему приходить ко всемышнему синагоги им это очень понравилось и они мне сказали что они подумают но очень позитивно вот и после заседания ко мне подошел пауль шпигин спросил как я доеду домой тогда у меня не было машины он предложил мне подвезти до хаубан хоффа мы с ним разговаривали ему тоже понравилось мне рассказывал кучу анекдотов было тоже очень приятная беседа с ним и после этой встречи нашей мы с ним остались друзьями и до последнего момента мы с ним дружили у меня очень сильно поддерживал и это было это было очень приятно с ним общаться он действительно очень высокий чистый хороший человек который очень много сделал для еврейского германа маленькие уточнение димайн де рад это совет общины а пауль шпидель многолетний председатель совета евреев германии живший в дюссельдорфе и часто бывавший естественно в синагоге и вообще не даже дюссельдорфа был уважаемый известный человек его именем названа площадь на которой находится замечательно синагога города дюссельдорф вы сказали что начали работать в общине дюссельдорфа помощником раввина сегодня вы второй раввин третий по количеству членов еврейской общины германии как вы дошли до жизни такой ну начав работать здесь я понял что титул или звание тоже играет большую роль потому что чем больше ты специалист тем больше ты можешь помочь людям хочу сказать что это желание чтобы я стал раввином происходило из самой общины из руководства общины также руководящий раввин хайм джульен сусан тогда он был он мне помог устроиться в одну из ешив которая дала мне возможность работая здесь учиться там вот и я совмещал ешива ешива это институт там где учатся раввины да вот это больше был более колер да то есть то свободное время от работы скажем так можно было там заниматься и я наездами в израиле учился вот большей части конечно учился дома у меня было два-три раввина которых меня опекали которые помогали мне учиться да то есть там есть определенные разделы которые которые нужно выучить и сдать экзамены последний экзамен я сдавал в израиле вот и где-то через пять лет после начала своей деятельности в община я очень успешно сдал этот экзамен и мне присвоили титул раввина по всем вопросам но я хочу вам сказать что учиться учиться я не перестал и я стал продолжать дальше учиться и все время я учился до того момента пока в нашу общину это было примерно пять лет назад главным раввином не пришел раввин даян эверс это замечательный раввин который просто ходячая энциклопедия да то есть если вы в google забьете какое-то слово вам сразу даст ответ то есть он может спокойно отвечает точно так же как google да на религиозные вопросы это человек который профессор скажем так в области раввинов который не просто сам специалист но и может других обучать этому и давать им специализацию поэтому последние пять лет ежедневно один два три раза несмотря на то что в отпуске или где бы я не был я с ним занимался по телефону в живую дома в синагоге в любом состоянии больной дурной всегда мы с ним занимались вот и на протяжении пяти лет и на протяжении пяти лет я защитился по пяти разным темам и в конце концов он мне присвоил титул даяна первой степени по вопросам брака и развода вот это одна из самых сложнейших тем то есть развести людей это очень сложно по еврейскому закону дать им гет и и для этого надо много знать вот второе это хошин мишпад который сейчас я продолжаю дальше учиться это будет вторая часть моей так сказать моего диплома окончательного это между человеческие отношения это заемы продажи какие-то там судебные разбирательства по имущественным моментам и так далее и тому подобное то есть это уже высшая степень раввина которые которые сейчас защитился я хочу вам сказать что я и дальше буду продолжать учиться потому что чем больше ты знаешь тем больше ты можешь помочь людям и я замечаю как знания которые приобрел помогают больше помочь людям и я уже упоминал о том что во время короны если очень много людей к сожалению разводится и вот этот опыт который я приобрел как правильно развестись развить разводить людей помогает мне сохранить семьи то есть не развести семьи а наоборот сохранить их почему потому что происходят глупости люди просто видят друг друга больше и нервирует больше друг друга вместо того чтобы найти компромисс хотя очень много семей находят это поэтому в их семьях рождаются дети вот люди думают что правильно будет развестись так вот я общаюсь с людьми у меня есть команда раввинов которые помогают мне в этом есть даже интернет программа которая помогает восстановить семьи показать как правильно работают семьи потому что на самом деле никто не учит как правильно жить в семье как правильно общаться со своим партнером и вот мы разработали различные вещи которые помогают людям по-настоящему понять свое место в семье как мужчине так и женщине и помогает укрепить семью так чтобы не только родители но и дети были счастливы положа руку на сердце я точно не ожидал что будучи раввином можно защищать дипломы получать специализацию и вообще немалую часть своего времени посвящать учению мне пришло в голову выражение инженер человеческих душ но так это вполне можно сказать и по отношению к вам вы своего рода психотерапевт чтобы вы хотели пожелать сказать тем кто нас смотрит сейчас дорогие друзья говорим я карим вы знаете я нашел себя в жизни и я счастлив моя семья счастлива и мы очень любим эту общину это очень хорошая община с большим потенциалом я очень люблю людей не только с этой общины но особенно с этой общины и я хочу вам сказать что эта община она старается для членов нашей общины в разных направлениях в разных вещах мы стараемся делать невозможные вещи даже корона от сайт во время короны для того чтобы людям было не только приятно чтобы они получали помощь что было общение для того чтобы мы все вместе являлись той общей частью одним народом одной общиной я хочу всем пожелать что несмотря на то кто как религиозный с какой стороны приехал говорит ли он на русском на немецком на иврите на английском и других языках вы всегда желанны в этой общине эта община всегда раскрывает свои руки для того чтобы вы приходили мы всегда готовы помочь поддержать поговорить и это не только религиозные вопросы вы можете мне позвонить в любой в любое время суток вы можете поделиться своей радостью своими проблемами или другими вещами я для вас всегда открыт и я работаю и учусь для того чтобы у вас все было хорошо большое спасибо желаю вам здоровья разных удач до будьте счастливы и приходите почаще нашу общину особенно нашу синагогу и мне позвольте уважаемый раввин во первых от моего имени а во вторых от имени наших зрителей сказать вам большое спасибо за время удивленное нам уверен мы с вами будем видеться снова и снова поэтому до новых встреч пока пока шалом шалом спасибо большое с большим удовольствием шалом